Девушки отдыхают Мы же с вами договаривались, что в первую очередь делаем те магистрали, где идет большой поток автомобилей. Барнаульскому храму подарили ковчег с мощами святителя Луки, почему священнослужители считают его очень дорогим подарком. Каждый житель нашего города, нашего края, будет иметь возможность приходить сюда в храм святителя Николая. О событиях понедельника вам расскажут наши корреспонденты. Я Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня стала известна причина аварии, которая произошла в Барнауле накануне. Практически в центре города перевернулся бензовоз. Как результат в речку Барнаулку попал бензин. Подробности у Михаила Ширина. Выражение «полегче на поворотах» относится явно не к водителю этого грузовика. По предварительной версии причиной ДТП стало превышение скорости на подъеме. В районе торгового дома «Арсидом» бензовоз не вписался в поворот и перевернулся. Все бы ничего, но вез он далеко не молоко. Топливо из перевернувшегося бензовоза разлилось далеко вокруг. Вот здесь, по сообщениям очевидцев, текла целая бензиновая река. Все бы ничего, но солярка попала в речку Барнаулку. На ней до сих пор маслянистые пятна. А вот здесь на мосту ощущается запах мазута. И видны следы сорбента, которым устраняли бензин. В целях предотвращения загорания пожарными подразделениями был произведен смыв топлива с проезжей части дороги. После этого и ласосом Института сервиса экологической безопасности сливневой канализацией оставшееся дизельное топливо и вода были откачаны. Благодаря вовремя принятым мерам дизельное топливо в ОПП не попало. Поверхность Барнаулки обсыпана сорбентом. Постановлены боновые заграждения. Ну за ОПП в этом случае можно не волноваться, уверены специалисты Института водных и экологических проблем. Для нее это что капля в море. Чего не скажешь о мелкой Барнаулке. Дизельное топливо распределяется в верхней поверхности воды и препятствует поступлению кислорода. Поэтому действительно для биот и тех живых организмов, которые еще остались в Барнаулке, им конечно придется очень плохо. Им будет нехватка кислорода и так далее. Кстати, живется пока еще живым организмом в Барнаульских речушках все хуже и хуже. Из-за несоблюдения водоохранных зон и складирования на берегах снега Барнаулка загрязняется все больше, говорят экологи. Да и пивоварка уже превратилась в сточные воды, которые не раз меняли окрас. Совсем недавно река стала белой из-за незаконного сброса аммонийного азота. А ведь восстановление и полная очистка речек заняла бы всего пару лет, если бы уважаемыми жителями города соблюдались хотя бы минимальные природоохранные нормы. Михаил Ширин, Николай Шилко, информационный канал «Город». Полицейские разыскивают очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась накануне 7 июня на улице Антона Петрова в районе дома 221 в 10-10.20 вечера. 45-летний мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода. Прохожего сбил неизвестный водитель и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Свидетелей происшествия просят обратиться по указанным на экране телефоном. Между тем, первые жаркие выходные для одного из отдыхающих на барнаульских водоемах закончились печально. Как сообщает информационное агентство «Амител», 6 июня на озере Дружное центрального района утонул мужчина 81-го года рождения. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, что в Барнауле пляжи официально еще не открыли. Менять подходы к ремонту дорог рекомендовал сегодня глава администрации Барнаула Игорь Савинцев районным главам, которые координируют эту работу. Благоприятные погодные условия последние недели позволили дорожникам продолжить текущий ремонт. Он завершен на нечетной стороне Ленина от Титова до Аносова и четной стороне проспекта от Северо-Западной до Космонавтов. Асфальтировали крупными картами. Дорожники работали также на Трактовой, Новосибирской, Гоголя, Горького, сообщают на официальном сайте города. На Бехтерево дорожный комитет зафиксировал нарушения технологий. Асфальт заливали в мокрые ямы, края не обрабатывали битумом. Эти работы подрядчику не оплатят. Свои замечания по подходам к ремонту высказал и сити-менеджер. В частности, это касалось некоторых участков на Солнечной Поляне, где есть выбоины, и по улице Попова. Правая сторона сегодня от энтузиастов до Павловского тракта, ну, никакой критике не поддается. Самый большой поток автомобилей. Ну, почему мы вот так подходим к плановости? Почему мы не делаем? Мы же с вами договаривались, что в первую очередь делаем те магистрали, где идет большой поток автомобилей. Депутаты Бурнамольской городской думы не поддержали перспективу продажи социально значимого здания. Спорным оказалось помещение в нагорной части города, где располагается и работает центр ипотерапии. Объект мэрия предложила внести в прогнозный план приватизации муниципальной собственности, чтобы от реализации получить дополнительные доходы в городскую казну. В списке значились еще несколько зданий с земельными участками, которые в итоге пополнили перечень недвижимого имущества. Ориентировочная сумма доходов от их продажи составит порядка 18 миллионов рублей при стоимости одного квадрата в 11,5 тысячи рублей. Сейчас в прогнозном плане приватизации 115 объектов муниципальной собственности. В основном это нежилые помещения или здания. В этом году продано 7 объектов за 13 с небольшим миллионов рублей. Муниципальное имущество, будем говорить, продается, конечно, со скрипом. Как правило, мы выносим на продажу объекты аварийные. Конечно, уважающий себя город старается, чтобы каждое здание выглядело хорошо. Если бюджет у нас не позволяет восстанавливать такие здания, находятся люди, которые хотят восстановить и использовать для своего бизнеса, для своих нужд и целей, конечно, мы идем навстречу комитету по муниципальной собственности, на продажу выставляем. Сегодня в День социального работника в Крае наградили 100 лучших специалистов. Ежедневно они оказывают помощь инвалидам, многодетным семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Справиться с потоком обращений специалистам государственной сферы помогают некоммерческие организации. В чем сложности их работы узнавала Юлия Гадар. Так же, как этому кукольному театру не хватает рук, чтобы показать всех персонажей сказок одновременно, не хватает их и соцработникам, чтобы охватить поддержкой все категории нуждающихся. На месте лакун появляются люди с душой, готовые тратить свое время, чтобы навестить ребятишек в детских домах и больницах, устроить праздники и поздравить детей инвалидов с днем рождения. Театр кукол Машенькины сказки небогат. Здешние работники сами шьют кукол и декорации, трудятся в свободное время, при том, что сами находятся на инвалидности. Сам по профессии я технарь. Вот нервная система у меня проблемы. Поэтому для меня эмоции детские – это очень хорошо, это понимает настроение, это очень важно. А вот у Али инвалидность по зрению. Такие люди традиционно помогают сами себе, а тут еще и другим. Кто, если не мы, так обычно отвечают те, кто работают в некоммерческих благотворительных организациях. Помочь детям раскрыть свои таланты старается и Алла Резникова. Свою школу кино и театра «Шкит» она открыла на деньги гранта, однако уже сейчас старается оформить второй. Средства быстро заканчиваются. Сейчас занятия по актерскому мастерству проходят прямо в коридоре администрации Власихи. Больше пока негде. Некоммерческие организации помогают. Кроме того, в Алтайском крае существует грантовая поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, занимающихся поддержкой отдельных категорий граждан. И мы с ними тесно сотрудничаем и хотели бы, чтобы их количество укрупнялось. Однако редкие благотворительные организации существуют долго. Обычно они держатся на энтузиазме и личном участии и могут закрыться в любой момент, как только первоначальные силы и средства иссякнут. И тогда нагрузка вновь ложится на плечи социальных работников, а она немалая. В год за поддержкой к ним обращаются 900 тысяч жителей региона, инвалидов, пенсионеров и других людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Причем около 10 тысяч граждан соцработники обслуживают на дому. Многим требуется ежедневный уход, материальная помощь, медикаменты, юридические консультации. И социальные работники продолжают трудиться, насколько хватает рук. Юлия Гадар, Александр Морозов, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Барнаульскому храму меценаты подарили ковчег с мощами святителя Луки Крымского. В честь этого уникального, по словам церковнослужителей, события в краевой столице прошел крестный ход, а в Новоалтайск сегодня привезли главную святыню казаков – Иверскую икону Божьей Матери, которая в прямом смысле способна творить чудеса. Какие именно, узнавала Ольга Калачева. Ковчег с мощами святителя Луки для нашего края поистине дорогой подарок, поскольку его судьба неразрывно связана с Барнаулом. В 1923 году святой был назначен епископом барнаульским. Несмотря на то, что в этой должности он был всего несколько дней, на Алтае его почитают особо. Прежде всего те, кто молится за здоровье своих близких, ведь архиепископ Лука был хирургом-профессором медицины. Архиепископ Симферопольский-Крымский причислили к пику Святой Православной Церкви, и его частные останки находятся в городе Симферополь. Сюда же была доставлена маленькая, незначительная частица его святых мощей. Каждый житель нашего города и нашего края будет иметь возможность приходить сюда, в храм святителя Николая, чтобы обратиться к врачу-исцелителю Николая за помощью. А эту святыню в Алтайский край привезли лишь на время. Иверская икона Божией Матери родом из Подмосковья. Она была написана российским художником и освящена на горе Афон. После этого, утверждают церковнослужители, начала творить чудеса. К примеру, в нашем крае с ее прибытием связывают падение воды на Аби и начало чудесного исцеления девочки больной детским церебральным параличом. Якобы после того, как ребенок проехал на инвалидной коляске под иконой, его состояние улучшилось и врачи предложили начать использовать худунки. С 8 по 10 июня иверская икона будет находиться в храмах Новоалтайска. 12-го ее перевезут в Шалаболиху. После она отправится в Павловский район и Камень на Аби. Ольга Калачева, информационный канал, город. Байкеры сдавали экзамен по вождению не сотрудникам ГИБДД, а байкерам. Правда, по итогам получали не водительские удостоверения, а призы. В Барнауле впервые состоялись соревнования по мото-джимхане. Это спортивное испытание, в котором участники состязаются на самое быстрое маневрирование на двухколесном транспорте. Рассказывает Галина Юмашева. Ну, конечно, я всех побежду, выиграю. Я самый лучший, потому что я банан. Банан на мотоцикле – это первый байкер, которого видели зрители на состязательной трассе. И хотя он очень верил в свою победу, к участию его не допустили. Зато на старт вышли другие 20 мотоциклистов, многие из которых в этом виде спорта – новички. Знакомые с автошколой фигуры «Восьмерка», «Змейка», «Колейная доска» – нужно проехать быстро, не сбить конусы и не упасть. Спортсмены говорят, мото-джимхана способствует безопасности на дороге. Чем выше класс спортсмена, тем безопаснее и спокойнее ездит он на дороге. Чтобы не отжигать на дорогах общего пользования, мы отжигаем на площадке. Приезжают люди с нулевым уровнем и поднимаются. И потом приезжают в следующий раз и говорят, пацаны, спасибо, вот у нас такая-то, такая-то ситуация была. Мы справились благодаря вот тренировкам. Мотоциклы разделили на два класса – легкий, средний и дорожный. Кстати, последним приходилось сложнее всех. К примеру, этот байк весом в 250 килограммов во время первой попытки упал три раза. Зато больше всех заслужил овации зрителей, которые хотели мороженого, холодного кваса и зрелищ. Абидно было? Нет. Вчера было больше падений. А мотоцикл не жалко, он же царапает. Ну, он же для этого и создан. Он же у меня боевой такой. Ну, не всем на пафосных мотоциклах ездит. Да и пафос не спасет на дороге в экстренном случае, если не будешь знать, как реагировать. А умение правильно и безопасно вести себя в подобных ситуациях – одна из главных задач мото-джимханы. Победителями первых соревнований стали Артур Пожидаев в классе легкий и средний мотоцикл и Никита Пименев на дорожном байке. Галина Юмашева, Николай Шелко, информационный канал «Город». Завершился наш конкурс на лучшее видео ко дню защиты детей. Напомним, итоги мы подвели еще 1 июня. Однако голосование за приз зрительских симпатий на нашем сайте продолжалось вплоть до 5 июня. По его итогам, приз за лучшее видео достается Екатерине Питуниной. Маленькая волшебница Виктория, которая стала обладателем второго места, по мнению редакции, теперь оказалась на первом. Лучшее фото, по мнению зрителей, у Анастасии Сюрсиной. Награждение победителей состоится 9 июня в 14.00. Каждого из победителей мы предупредили через социальные сети и электронную почту. Кстати, призы предоставила бийская фирменная кондитерская сеть «Форне». «Форне» – это торты, пирожные и печенья очень вкусные и натуральные. Мы продолжим. Уже осенью выйдет в свет первая в своем роде аудиокнига для незрячих детей. Произведения алтайских писателей будут читать простые школьники. Сейчас они присылают заявки на участие. Кто первые адресаты и будет ли продолжение проекта. Об этом и не только в нашем традиционном по понедельникам интервью. Сегодня мой собеседник – один из инициаторов создания аудиокниги для незрячих ребят. Юрий Варламов. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, откуда появилась подобная идея? На самом деле, 2015 год в России, как вы помните, год литературы, а дети, которые имеют проблемы со зрением, со здоровьем, незрячие дети, либо плоховидящие, у них есть проблемы с доступом к литературе. Потому что не все книги у нас, к сожалению, имеют свои аудиоформаты. Поэтому мы совместно с Главным управлением образования и молодежной политики инициировали проект «Услышать просто», потому что таким деткам увидеть достаточно проблематично, а услышать просто. Кто может стать участником создания книги, чьими голосами она будет озвучена? К участию приглашаются, в первую очередь, конечно же, школьники. Потому что обратить внимание к этой проблематике именно сверстников детей незрячих – это и есть самая главная цель и задача проекта. Школьники не обязательно старшеклассники. Есть уже среди участников и восьмилетние ребята, которые просто захотели поучаствовать. Они читают те стихотворения, которые хотят, чтобы услышали их незрячие сверстники. Каким образом это все происходит? Школьники выкладывают на официальной страничке в социальной сети проекта свои работы. То есть работа выглядит следующим образом. Они снимают на сотовый телефон, на видеокамеру, на фотоаппарат видео с произведением, понравившимся им произведением. Это не обязательно алтайские авторы. Это любой автор, который они считают, что достоин того, чтобы он был включен в аудиокнигу для детей. Обязательным требованием является хэштег «услышать просто», который они пишут либо на стене, либо держат в руках. То есть хэштег так и звучит. «Услышать просто» слитно. Из каких произведений будет состоять аудиокнига и как скоро она появится? Сейчас, по сути, это отбор. Мы сейчас отбираем чтецов, и из этих чтецов потом будет сформирована как раз аудиокнига. Произведения это будут алтайских авторов обязательно. Это будет и проза, это будет и поэзия. Аудиокнига будет создана осенью уже этого года. К ее созданию, как я сказал, уже привлекаются как школьники, которые будут читать, но и также и жюри. Это представители радиостанции, телекомпании. Института культуры мы пригласим также для того, чтобы поучаствовали они и в отборе, для того, чтобы прочитали детям лекцию по технике речи. А уже известны адресаты? Кто первые слушатели этой книги? Первые слушатели – это воспитанники коррекционных учебных заведений Алтайского края. Их у нас три на сегодняшний день. Но первый тираж будет не очень большим, порядка ста экземпляров, но уже сейчас к нам поступают заявки из Новосибирска и Томска, которые узнали о существовании этого проекта. Они хотят присоединиться не только в создании, но и также они хотят получить эти аудиокниги для того, чтобы распространить на территории своих областей. Будет ли продолжение проекта или пока все зависит от результата? На самом деле произведения алтайских авторов, которые нужно донести детям, и на которые есть потребность, чтобы их записали в формате аудиокниг, конечно же. Главное – сделать этот продукт качественно, для того, чтобы… Это было не для того, чтобы дети попробовали себя в создании аудиокниг, а именно, чтобы их сверстники, да и взрослые тоже могли очень хорошо это слушать и слышать. Спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю, что сегодня мой собеседник – инициатор создания аудиокниги для незрячих ребят Юрий Варламов. Автобус номер 39 с сегодняшнего дня меняет схему движения. Подробную информацию можно узнать на официальном городском сайте, но в нашей рубрике «Хроники» анонс некоторых мероприятий короткой рабочей недели. Хотите научиться считать до 10 и здороваться по-китайски? Это можно сделать 10 июня в художественном музее на выставке «Путешествия по Китаю». Студенты Института международного образования приглашают на встречу, которая начнется в 12 часов 30 минут. Театры Краевой столицы уходят на летний отдых, последние спектакли играют в мускомедии. 11 и 12 июня покажут «Сильву». Премьера этой опереты состоялась в 2014 году и практически всегда постановка собирает полный зал. Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут, начало в 18.30. Выставка карикатур известного московского художника Алексея Меринова откроется завтра в галерее Турина гора. В экспозиции представлено более 50 работ. Вход на выставку «Свободный». Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Телеканал, по-моему, любимый канал для всех жителей Барнаула. Я с удовольствием всегда его смотрю. Я вспоминаю слова Владимира Николаевича Баварина. Когда его спрашивали, вы из какой партии? Он говорит, а у меня партия горожане города Барнаула. Я желаю, чтобы у телеканала были свои почитатели, все горожане города Барнаула. О спорте Екатерина Фурсова стала бронзовым призером чемпионата России по Ашинке, Окушинка и Карате в Воронеже. В упорнейших поединках абсолютной категории Фурсовой удалось выиграть у более титулованных оппоненток и занять третье место. Другие новости спорта в обзоре Юрия Борлиса. Количество участников почти то же, а качество борьбы стало лучше. Уже не везут всех подряд. Фестиваль дзюдо, ежегодно проводимый в Барнауле, собрал почти 800 ребят из регионов России и стран ближнего зарубежья. Киргизам дали квоту в 15 мест. Так они в три раза больше привезли. Сами оплатили пребывание на Алтае. Только дайте побороться. Признаться, из-за всеобщего кризиса думали не проводить фестиваль 2015. Но многократный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов настоял турниру быть. Ведь дело завертелось. Нынешний праздник дзюдо раскинул по паркету спорткомплекса «Победа» 8 татами. На опорный вид спорта дзюдо выделяется управлением уже 500 тысяч. Вот мы приобрели вот эти вот телевизоры, 8 телевизоров. На каждой видеокамеры приобрели. Плюс у спортсменов видеомониторы, тоже телевизоры. Вон они где смотрят свои схватки. Ну может из Сибири, может Красноярск еще на уровне оснащения такой же. А мы очень шагнули сильно в этом плане. Победителями среди местных дзюдоистов стали Олег Тверских, Артем Бодосов, Вера Давыденко, Сергей Гейстон из Заринска, Михаил Платонов и еще несколько призеров. В основном все чемпионские места расхватали неуступчивые гости. Рекорд Книги Гиннеса устанавливали на стадионе Динамо субботним вечером, пока многие барнаульцы были на дачах и ни о чем не догадывались. Мировым вызовом называется это незатейливое, но заразительное мероприятие пробитие пенальти. В ста городах мира в это же время били по мячу все желающие. Например, в бразильском Сан-Паулу в 7 утра. Рекорд вот в чем. Чтобы было задействовано как можно больше участников. А забьешь или нет, это уж дело второе. Предыдущий показатель 1200 человек с чем-то в мире одновременно. Теперь барнаул представил всего 47 парней и девушек, наверняка узнавших о событии из социальных сетей. Дольше регистрировались 2 часа, а само дело заняло минут 20. Все пробили по разу и счастливые пошли домой. Каждый из нас болеет за какой-то клуб. Когда мы смотрим, как выступает свой клуб, и вот игрок подходит, ставит мяч на точку пенальти и не забивает. Ну, возникает, наверное, мысль о том, что я бы забил. Вот есть реальный шанс, у нас есть профессиональный вратарип. Подойди, попробуй забей. Как мы видим, далеко не все мячи попадают даже в створы. Это не так просто, как кажется. Юрий Борлис, Алексей Фризин, информационный канал «Город». И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Барнауле юго-восточный порывистый ветер, возможны дождь и гроза. Ночью от 14 до 16, днем от 24 до 26 тепла. Отличной вам рабочей недели и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова